Традиционно после новогодних и рождественских праздников в Брестском областном исполнительном комитете прошло заседание под председательством губернатора региона Константина Сумара с нынешними и бывшими руководителями всех уровней областной вертикали. Основная задача и цель подобных встреч – совместное подведение итогов уже проведенной в области работы, анализ проблемных моментов и обсуждение планов как на ближайшее будущее, так и на многолетнюю перспективу. Те люди, которые сегодня присутствовали на встрече этой, они же очень много отдали и силы, и здоровье, и годы свои лучшие на тех направлениях, которые не вели. То ли это был партийный работник, то ли работник, как мы говорим, советский, исполкомовский работник. Они же ведь возглавляли города, районы в нашей области, об исполком, обком партии. Им же не безразлично узнать, например, в общем, чтобы вот так концентрировано получить, дать анализ или сведения о том, как развивается область. В ходе своего выступления Константин Сумар рассказал о том, как используется заложенный и наработанный былыми руководителями потенциал Берестейского края. На каком этапе развития сейчас находится промышленность, сельское хозяйство, образование и здравоохранение? Какие крупные проекты реализовываются или планируются для внедрения на Брещене? Как отметил глава области, подобные встречи полезны и важны для каждого из присутствующих. Бывшие руководители имеют возможность не только узнать, как используются их наработки, но помочь и дать дельный совет. А нынешние руководители, перенимая опыт, получают еще большую уверенность в правильности выбранного курса и стратегии. Такая встреча дает возможность где-то подчеркнуть или посмотреть на то, что не так мы делаем. И она придает даже нам силы, тем, кто работает сейчас, чтобы мы больше вкладывали в свою работу силы, чтобы мы более эффективно продвигались, чтобы те задачи, которые мы перед собой ставим на 2014 год, чтобы мы решали их более верными, чтобы этот 2014 год, я думаю, что он так и будет нам более подотворным, чем 2013 год. Без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. Это истинно непреложное и не требует доказательств. Тот фундамент, который был заложен руководителями 10, 20 и 30 лет назад, сегодня позволяет уверенно смотреть в будущее и развивать потенциал края во всех сферах народного хозяйства. А потому сомневаться в необходимости такой преемственности поколений не приходится.